Здравствуйте дорогие друзья. На протяжении 6 бет Apple тестировала свежую прошивку iOS 11.2. Скажу сразу, работы проведено немало. Особенно впечатлил список исправленных багов, но обо всем по порядку. Так что будет интересно, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Начнем с традиционной рубрики Узбогрительная. Все кто участвовал в бета-тесте могут расслабиться. Шестая бета размером чуть больше 2 гигабайт и есть финальная версия прошивки. Что нового? Устройства под управлением новой прошивки стали включаться быстрее, причем на десятке раза в два. При зажатии кнопок запуска экрана выключения и их удержании будет автоматически запускаться 5 секундный таймер активации экстренного режима SOS. Раньше он был 3 секундным. Если нажать кнопку отмены, то iPhone больше не выбрасывает на рабочий стол, отображает экран блокировки. Причем Face ID отключается и приходится заново вводить пароль. На iPhone X в правом верхнем углу на заблокированном экране появилась черточка, которая говорит новым пользователям о том, что пункт управления переехал в не самое удобное место дисплея. В пункте управления изменили фон в иконках Wi-Fi и Bluetooth, когда они работают в фоновом режиме. Об этом теперь сигнализируют белый цвет. А при отключении беспроводных модулей отображаются сообщения с предупреждения о том, что функция активируется на следующий день. В музыкальном виджете обложка альбома получила квадратные углы, как и в самом плеере. Закругленностям здесь не место. А вот точечка в слайдере регулировки громкости стала компактнее. На экране виджетов теперь можно запускать поиск Spotlight с рекомендациями Siri. Emocy. Куда же без них? Произошла перерисовка и реорганизация смайлов. Изображения стали более качественными. А я до сих пор не понимаю, как можно использовать три клавиатуры, русскую, английскую и еще и emoji. Это же неудобно. И это еще не говорю о том, что у некоторых владельцев iPhone есть третий, национальный язык. После остановки записи видео появляется всплывающее сообщение, предлагающее просмотреть ролик. Раньше вместо того, чтобы сразу открыть видео, система просто запускала приложение фото. Сейчас останется лишь нажать кнопку play. Если открыть камеру в приложении сообщения, то вы можете увидеть обновленные иконки, камеры и медиатеки. В самой камере улучшили работу стабилизации, что несомненно круто. Исправили раздражающий баг, связанный с автозаменой символов IT. Убрали баг в калькуляторе, когда при быстром вычислении приложение не успевал обрабатывать запросы пользователя и результаты получались, мягко говоря, неправильными. Хорошая была пища для ненавистников техники Apple. Будьте проще. В музыкальном приложении добавили тень для обложки альбома. Также в приложении поработали над улучшением анимации. Часть эксклюзивных обоев для десятки появилась и на старых устройствах, тем самым потеряв свою эксклюзивность. Изображение качественное, но признаться на любителя. Владельцев iPhone X не обидели. Появилось 3 новые живые обоины. А о том, как их установить на более старое устройство я уже рассказывал в отдельном мануале на канале. Починили функцию уменьшения движения. До этого были раздражающие подлагивания. Функция особо актуальна для старых устройств. Была ускорена беспроводная зарядка на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Теперь используется мощность не в 5, а в 7,5 Вт. При одинаковой зарядке за 2 часа на новой прошивке результат на 10% выше. Американцы довольствуются одной из самых крутых фиш апдейтом. Переводы средств между счетами по Apple Pay через программу iMessage. Функция, безусловно, интересная, но как всегда не для нас. В целом производительность и автономность улучшились. Особенно это произведено за счет устранения большого количества багов, полный список которых можно было посмотреть в описании прошивки. Обновляться можно спокойно всем тем, кто и так сидит на iOS 11. Ну а если вы владелец iPhone 5s или iPhone 6 и каким-то чудом вы остались на десятке, то все-таки я бы не рекомендовал апгрейдиться. Результаты синтетических тестов и в Geekbench 4 и в Antutu я также оставил. Сравнивать особо не с чем, потому как десятку я купил совсем недавно. На ней все работает быстро, хотя и к плюсовой семерке у меня никаких претензий не было. На этом все. О своих ощущениях после апгрейда обязательно с указанием устройства пишите в комментариях. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.